Сейчас Бородянка – один из самых разрушенных населенных пунктов в Украине. Министерство обороны опубликовало видео с дрона, как сейчас выглядит поселок. Разрушены жилые дома, магазины, повреждено дорожное покрытие. Света, тепла, воды нет. Уже известно о десятках людей, которые погибли от рук оккупантов. Те мирные жители, которые находились в подвалах, оказались заживо погребены. Сейчас спасатели разбирают руины и разминируют территории. На улицах множество разбитой техники агрессора. Напомню, поселок освободили от оккупантов четыре дня назад. И сейчас с нами на связи Галина Ярко, член волонтерского штаба Бородянки. Галина Георгиевна, вы наслышите? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, весь мир судят лишь по фотографиям и съемкам с дрона о том, каковы разрушения, в частности, в Бородянке. Вы хорошо знаете этот город. Вы лично, воочию, вот сейчас видели масштабы этой катастрофы. Передайте, пожалуйста, что вы увидели? Каковы на самом деле масштабы этой трагедии? Я приветствую вас из Украины. Доброго дня. Добрый день. Сегодня хочу сказать о том, что мы приступили к работам. Абсолютно все службы сейчас задействованы для того, чтобы каким-то образом подойти к решению вопроса по завалам домов. Сегодня сотни представителей служб МЧС подошли к руинам, точнее, это уже продолжается второй день, и уже могут доставать тела погибших из самых проблематичных точек, из заваленных патронов. Сегодня рядом с нами также представитель полиции. Он расскажет, как это происходило более подробно. Хочу сказать, что у нас действительно разрушена инфраструктура, но благодаря слаженным действиям нашей власти... Так, сейчас постараемся восстановить связь с Бородянкой. Напомню, с нами на связи Галина Ярко, член волонтерского штаба Бородянки. Она находится непосредственно там, на месте, в этом прекрасном городе, который сейчас объективно считается самым разрушенным городом в Украине. И, Галина, вы сказали, что сколько? 70% города, да, разрушено? Да, 70% города разрушено. Это исходя из того, что у нас волонт состоит из жилых домов многоэтажных и одноэтажных домов. А масштабы трагедии действительно тяжело оценить, потому что в основном кадры идут многоэтажные. Также разрушены одноэтажные дома, где проживали люди с детками, с женщиной. Фактически война велась с мирным населением, с нашими детьми и женщинами. В это трудно поверить, это невозможно представить. Это война против человечности. Я хочу сказать о том, что у нас также повреждены, полностью сгорели базы. Базы, где хранилось топливо. Можно представить масштабы этой трагедии? Вся Киевская область сгорела. Сколько вредам принесла именно эта трагедия. Я хочу сказать также, что сейчас мы находимся действительно в волонтёрском штабе. Здесь у нас собрались все службы, чтобы оказывать жителям в Бородянке помощь необходимую. Отважена работа в разном направлении. Это оказание и гуманитарной помощи, и мы восстанавливаем по типу медицины. Все службы работают. Рядом с нами есть волонтёры, которые приезжают, поддерживают наш... Знаете, Галина, я сразу хочу сказать спасибо всем волонтёрам, всем добровольцам, кто сейчас помогает разбирать завалы, помогает искать выживших. И вот я хотел спросить приблизительно масштаб человеческих жертв. Сейчас вы можете назвать эту цифру? И есть ли надежда, что ещё под завалами могут находиться выжившие люди? Офицер громады будет переводиться. Да, да, пожалуйста, да, представьте. Доброго дня. Я буду с вами разговаривать на украинском языке, потому что могу агрессора я не подниму взагады. Простите, пожалуйста, смотрите. Добрый день. Мы будем говорить на украинском языке, потому что это наш полицейский офицер, который иначе поступить не может. Галина, я просто хочу объяснить, что мы сейчас обращаемся, мы специально вещаем на русском языке, а на непривычном языке, на котором мы работали в мирное время, а не на украинском, потому что мы именно и хотим донести правду русскоговорящим гражданам. И это вещание на весь мир, на 60 стран мира, в том числе на Россию. Именно поэтому мы говорим на русском, чтобы им было понятно, что творят их орки на нашей земле. Именно поэтому мы говорим на русском. Пожалуйста, продолжайте. Я хочу вам сказать, что на момент авиаударов, которые русские оккупанты делали по мирной бородянке, не было ни СССР Украины, не было никого. Были только мирные граждане и были наши ребята, которые смотрели за тем, чтобы не было мародеров, чтобы не занимались все люди мародерством. Мы просто не можем понять, почему русский мир бомбил мирных граждан. Почему? Мы этого не можем понять. Сейчас, действительно, если вы задавали вопрос касательно количества мирных жителей, которые погибли, мы за вчерашний день из завалов мы достали по 14 человек. И сегодня еще 4 человека уже нашли позже. И сегодня еще 4 человека мы нашли также. Завалы очень большие, их разбирать очень долго. Это только самый на всякий разбор из завалов. Там очень всего много. И дальше будет очень много. Мы надеемся на то, что пускай, я надеюсь, чтобы эта цифра на 14 остановилась или на 20 человек. Но мы сами понимаем, что в одном доме со слов местных жителей, в 359-м, там находится в подвалах, под завалами, 150 человек как минимум. Это со слов местных жителей. Сколько их там, мы не можем вам сказать. Это только в одном доме. Скажите, пожалуйста, сколько времени нужно, чтобы разобрать один многоэтажный дом? Сколько времени? Это до недели или сколько? Я хочу сказать, в результате авиаударов на самом деле все выгорело. И идентифицировать и установить количество жертв, которые прибывали в квартирах, это очень тяжело. Если мы говорим о том, сколько людей, именно в подвалах, которые мы можем поднять и увидеть, это такое количество, сколько? Сколько на самом деле? Это очень тяжело. Потому что вместе работают спасатели. Они разбирают по кирпичикам. Они не могут разбирать экскаватором это все. Потому что там человеческие тела. И также, наверняка, вы подтвердите это вопрос представителю полиции, наверняка и взрывчатки могут быть где-то заложены. Мы слышали, какая страшная ситуация. Да, и Бородянка, и Верпенев с этим. Все может быть. То есть от этих людей, которые, я не знаю, даже не могу назвать их людьми, от них можно ожидать всего чего угодно. Спасибо огромное за вашу работу. Низкий вам поклон. Спасибо, дорогая Бородянка. Держитесь, пожалуйста. Держитесь. С нами на связи были представители Бородянского волонтерского штаба, в частности, Галина Ярко. Спасибо. Спасибо.